У меня, знаешь, однозначно простая программа, очень простая. Дам фабрики рабочим, землю крестьян, воду морякам, забирайте, да куча неба самолетам, летчики забирайте. По профессии Анатолий повар, но в Балахне он известен не своими блюдами, а своим голосом. Его так и называют пародистом. Где-то в армии Ротного начал пародировать, и я стоял на тумбочке. Ну, в общем, как получилось, сержанту, но он уже дембель, захотелось спать. Он говорит, стой на тумбочке, а докладывать надо, ну, где-то каждые 5-10 минут, дежурном по части. Он говорит, сделай погрубше голос, и за место меня доложь. Ну, я начал так, за место него. Вот оттуда пошло. Первым известным человеком, которого спародировал Анатолий, был тогдашний генсек Леонид Брежнев. Дорогие товарищи, сегодня, в этот торжественный вечер, и вот это протально треснул, он тонет, а-а-а, кричит. Ему тело хранит. Леонид Ильич, вы забыли, в левом кармане. Помогите. Сколько политиков, сколько просто известных людей там, артистов? Разработанные около 30 голосов. Если взять полностью, которые надо разрабатывать, распевать, это около 50. Как выбирал, просто понравились? Вот которые, да. Которые понравятся, я выбираю. Пока Анатолий свое хобби использует только в быту. Его заветные желания пробиться в шоу-бизнес. Ну, хотя бы в рекламу. Это реклама была. Едет он на машине, слоны дорогу переходят, он это поет. Верн-ар, верн-ти, Верн-епсалом кумходуи, Дил-мат, Ту-ари, Верн-епсалом, Дил-мат. А потом у меня Губин тоже. Понравилось мне просто. Ну, его он и голос созвучит. Слов я много не помню, но... Лиза, ещё вчера мы были вдвоём, Ещё вчера не знали о том, Как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, И новой встречи ждать ей за днём, О, Лиза, и так далее. Трудно продержать людей известных? Да нет, если увлечься, да можно всё это. Глаза боятся, как говорят в рамках, Глаза боятся, руки делают. Но здесь только работает горло. Кого труднее-то было? Труднее Ельцина. Начало у меня, связки не растягивались, Я её убрал. Вот первый у меня экземпляр был. Ну, говорил под Попанову, голос похож был. Вот, тинтез, вот так, на созвучии я работал. А потом уже начал работать грудным голосом. Главное выдох. О-о-о-о! Ельцин приехал, интервью даёт, И к нему подбегает мужик, говорит, Слышь, подай мне что-нибудь. Тот. О, я тебе чушь подам-то! У меня с собой и ни ракетки, и ни мячика нет, понимаешь? Оказалось, что умение пародировать может пригодиться и в повседневной ситуации. Остановились в магазине, купить просто продуктов себе. Хотели взять для чая песку. Продавщица сказала, песку нету. Ну, я начал пародировать. Вот Ельцина, вот, все Горбачу, политиков. И сказал Жириновскому. Да я наглядно и сейчас пример приведу. Посмотри-ка за своим прилавком. Для Жириновского всегда два килограмма начнёт. Найдётся всё время. Обязательно должен быть. Ну, она рассмеялась, она говорит, для Жириновского обязательно найдут. Она, видно, себе взяла песок, ну, отдала нам, продала. У пародиста даже мечта есть из любимых персонажей, Шер. Может, она что-то напевает против нас, ну, я не знаю. Я повторяю за ней. Голос. Ёный, пожалуйста. Если неправильно, ну, я... Ну, как получится. Слова, я имею в виду, не исказить. И так далее. Запоминайте, мужики. Идеальная семья – это когда муж храпит, а жена глухая. Мам! И ты, слышь, пожрать бы чё, понимаешь? Лучшие какие-то котлеты по-хиевски, по-не армянски. Надоел? Надоел. Надоел, надоел. Ну, вы часто различаете уже, когда он своим голодом? Различаю, всё различаю. Ну, как к этому относитесь? Положительно. Ну, положительно – это как? Вам нравится? Ну, нравится, конечно. Вот когда он просит котлеты Голсон-Ельцин, это как? Побольше. Значит, надо побольше ему накладывать, что ли, пельмени. Ну, всё, 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 всё. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...